Вначале я был художником, просто я художником-любителем, и больше я был маринистом. Я рисовал море и корабли, и этому всему учился. Собственно, я стал вначале верующим, то есть я стал православным христианином, придя в церковь. Путь в иконописцы через профессию художника не редкость, но и не исключение. Существуют иконописные школы, куда можно поступить сразу, минуя художественное училище. Понятно, что имея задатки к рисованию и будучи человеком воцерковленным, представить иконописца без веры невозможно. Икона – это вся твоя жизнь, это важнее становится, чем какое-то развлечение, посмотреть какой-нибудь сериал вечером. Ты все равно свою жизнь соотносишь, когда пишешь икону. Внешне труд иконописца и обычного художника похожи, разве что в мастерской, как в храме, со всех сторон на тебя смотрят лики святых. А так, те же доски и полотна, эскизы и кисти, разве что краски. Для непрофессионала они неотличимы, но… Мы же сами изготавливаем их из натуральных пигментов. Вот, допустим, вот эта зеленая краска, если это берешь, глукониты, вот такая зеленая земля. А беря естественный пигмент, ты попадаешь вот в ту же самую палитру древнего художника. Это поиск качества на самом деле. По идее, стены, которые расписываются в храмах, фрески, стенопись пишутся обычными красками. Для архангелогородцев, примером, может служить настенная роспись Успенской церкви на набережной. Аскетичные и в то же время очень насыщенные краски. Это в нашей природе характерно. Вот, при какой-то, вот эта аскетичность цветовая, это ближе к византийской. Вот, но цвет, на самом деле, вот эта цветовая палитра, которую мы и осознанно вот так вот ее искали и выбирали, мы ее старались сделать вот такой более северной. За образец же брали косовскую роспись 14 века, духовный корень сербской православной культуры. Считается, что лучшие фрески именно там. Это высочайший уровень цветовой и вообще любой там такой духовной культуры и пластической к тому времени, вот, пришедшей к своему пику. Культуры во многом утрачены с распадом Византии. Восполнить ее невозможно, считает Лапин. Можно лишь привнести что-то свое в создание образов, истинное, церковное, рождение которых имеет свое таинство, не подвластное художнику. Когда ты написал икону, это еще некое твое произведение. Ты видишь вот там вот нюансы, где-то лессировки, где-то что-то. А проходит время, когда она живет своей жизнью в храме, и ты видишь, что она стала уже как бы не твоя. И будто бы не ты ее и писал. В нем появляется нечто такое другое, чего ты, когда ты писал, ты, допустим, не вкладывал и не замечал. Только в храме и в молитве икона начинает жить новой жизнью. И через веру прихожан оживают взгляды ликов святых. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива, тугого лука. Виктор Кузнецов, Виктор Коноплев, Панарма Севера.